Сегодня же прошло заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На встрече председатель Кабинета министров, президент Торгово-промышленной палаты и председатель Республиканского объединения профсоюзов подписали трехсторонние соглашения о минимальной заработной плате в Чувашии, а также обсудили проект федерального закона об установлении минимальных гарантий по оплате труда работников. Соглашение предусматривает, что в организациях внебюджетного сектора экономики Чувашии минимальная заработная плата должна быть установлена на уровне величины прожиточного минимума. В четвертом квартале 2014 года в Чувашии он составил в среднем 6 988 рублей в месяц. Это на 1023 рубля выше уровня минимальной заработной платы. Просоюзы считают, что это соглашение будет способствовать развитию экономики. Даже в период кризиса мы считаем, что должен стимулироваться внутренний спрос на товары и услуги, в том числе и через повышение заработной платы. Потому что мы считаем, что это позволит сократить количество жителей республики, находящихся за чертой бедности, будет меньше обращающихся за различными пособиями и компенсациями. Председатель кабинета министров Иван Маторин в свою очередь подчеркнул, что необходимость выработать новое трехстороннее соглашение назрела давно. Предыдущее было подписано еще 8 лет назад. Был кризис 2008-2009 года. Только Российская Федерация Республики набрала неплохие темпы. В 2011-2012-2014 годах вступили мы в новые кризисные явления, которые совместно с работодателями и с профсоюзом стараемся преодолеть. Но понимая, что откладывать данный вопрос уже было невозможно после долгих согласительных процедур, сегодня мы подошли к подписанию данного документа. Надеюсь, что он позволит защитить права работников в первую очередь, дать возможность работодателям иметь инструмент для развития этих отношений. Поддержал своих коллег и председателя регионального объединения работодателей Игорь Кустарин. По его словам, выстроенная схема профсоюза власть работодателей позволяет снять многие социальные вопросы. Объединение работодателей, в свою очередь, уделяет очень большое внимание развитию социальной роли, социальной ответственности бизнеса, созданию достойных рабочих мест, достойной зарплаты. Мы очень много внимания уделяем тому, чтобы как можно больше предпринимателей и работодателей не использовало практику серых схем, каких-то других процедур. И в этой связи мы воспринимаем подписание этого соглашения как очередной шаг к повышению социальной роли и социально ответственности бизнеса и развитию системы социального партнерства. Соглашение распространяется на юридических лиц индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, работающих на территории Чувашской республики. На заседании министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова рассказала о проекте федерального закона об установлении минимальных гарантий по оплате труда. Он определяет порядок и сроки по этапному повышению род до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 2020 году. Учитывая сложную социально-экономическую ситуацию, предлагается обеспечить соотношение мрот с прожиточным минимумом трудоспособного населения на уровне 2014 года 64%, установив мрот с 1 января 2016 года в сумме 7198 рублей в месяц или повышение размера мрота на 20,7%. Основная проблема реализации норм ст. 131 и 421 Трудового кодекса является то, что в случае доведения мрота до среднероссийского прожиточного минимума в ряде субъектов Российской Федерации мрот превысит региональные прожиточные минимумы. Данные законопроекта обсуждается во всех регионах страны. Готовится предложение от субъектов Федерации. По мнению собравшихся, увеличение стоимости труда станет стимулом для повышения производительности труда и сократит число нуждающихся в государственной поддержке. Члены Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений решили поддержать рассматриваемый законопроект, но с коэффициентной поправкой.